Защитная речь Павла Агриппа сказал Павлу Позволяется тебе говорить за себя Тогда Павел, простившую руку, стал говорить в свою защиту Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защититься перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев, поэтому прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они изданно знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем, по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За эту-то надежду царь Иогипа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятны? Почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда. И я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хурить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Свидетельство Павла. Для этого, идя в Дамаск с властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, Государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Саву, Саву, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю тебя. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верой в меня получили спасение, прощение грехов и жребий с освященными». Павел о своем служении. Поэтому царя Рипа я не воспротивился небесному видению, но сперва им жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос должен пострадать и, восстав первой из мертвых, возвестить свет народу, иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», сказал он, «я не безумствую, но говорю слова истинно и здравого смысла, ибо знает об этом царь, пред которым я говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого сокрыто, ибо это не в углу происходило». «Веришь ли, царь Авипа, пророкам?» «Знаю, что веришь», Авипа сказал Павлу. «Ты немного не убеждаешь меня сделать со христианином», Павел сказал. «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих узок». Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или узок не делает. И сказал Авипа Фесту, «можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря, поэтому и решился правитель послать его к кесарю». Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику полка Августа по имени Юлий. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарах, македонец из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы из-за встречных ветров плыли под прикрытием Кипра. И, переплыв море, напротив Килики и Памфилии, прибыли в миры эликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись к Нидам по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Лосея. Но так как прошло много времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями, и с большим вредом не только для груза, и для корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормщему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если возможно, дойти до Финника, пристани Критской, открытой юго-западному и северо-западному ветрам, и там перезимовать. Пододежный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились держаться берега вдоль Крита. Но вскоре с острова поднялся ураганный ветер, называемый Эвракледон. Корабль схватил атак, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавда, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее на борт, взяли канаты и стали обвязывать корабль. Боя же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день из-за сильного разбушевался шторма, начали выбрасывать груз. А на третьем мы своими руками выбросили оснастку корабля. Но, как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась сильная буря, то, наконец, исчезла всякая надежда на наше спасение. И, как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем мы избежали бы этих бедствий и ущерба. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, ты должен предстать перед кесарем. И вот, Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь, как мы носимо были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажений. Потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажений. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Тогда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись. Тогда воины отсекли веревки у лодки и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не принимая ничего. Поэтому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломив начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, землю не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий плогий берег, которому и решились по возможности и подняв якоря пошли по морю и развязав рули и подняв малый парус по ветру держали к берегу. Попали на косу и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивались силою волн. Воины решили было мертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения и велел имеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Впрочем же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Спасшись же бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мили. И на племяннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они из-за дождя и холода разражили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороства и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И на племяннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верно, этот человек убийца, когда его спавшегося из моря богиня мести не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали быдло, что у него будет воспаление, он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он бог. Около этого места были поместья начальника острова по имени Публий. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После этого события и прочие на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы и оказывали нам множество почестей и при отъезде снабдили нужным. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле называемом Диаскуре, взаимовавшем у того острова и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплыв прибыли в Риге и, как через день подул южный ветер, прибыли на второй день у Теолы, где нашли братьев и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом вошли в Рим. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегущим его. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи и братья, не сделав ничего против народа или отеческих обучаев, я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я вынужден был потребовать суда у Кесаря, впрочем, не для того, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и позвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилева обложен я этой цепью. Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из иудеев, ни из приходящих братьев, никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, убеждая и приводя свидетельство об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Они убеждались словами его, одни убеждались словами его, а другие им не верили. Будучи же согласны между собой, они уходили. Когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу этому и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда Он сказал это, иудеи много спорят между собой, когда Он сказал это, иудеи ушли, много споря между собой. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царство Божие, уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением беспрепятственно.